У нас в студии Андрей Ларионов, президент Института экономического анализа и старший научный сотрудник Института Катона. Добрый день. Добрый день. Первый вопрос к вам. Как вам кажется, симпозиум, который сейчас проходит в Высшей школе экономики, на который приехали представители самых разных стран, он нужен нам в таком формате для общения или для обмена опытом, или это опыт, который не будет повторен? Нет, конечно, нужен. Любой опыт полезен. Причем здесь же обсуждается и национальный опыт, и, кроме того, обсуждается и сравнение этого опыта в разных странах. Причем я бы сказал, что здесь важно то, что это сравнение и разговоры не ограничатся чисто экономическими вопросами. Здесь немало вопросов из области того, что традиционно называется политической экономией, и чисто политических вопросов, которые, как выясняется теперь, по происшествии 20 лет, даже более чем 20 лет с начала процесса реформирования, перехода, оказываются точно не менее важными, а, возможно, даже более важными, чем чисто экономические реформы. И вот тот разговор, который проходит сейчас, по крайней мере, уже второй день, показывает, насколько разные страны продвинулись в процессе перехода и в области экономики, и в сфере политики, и в сфере права. И видно, что для каких-то стран вопросы так называемой переходной повестки дня уже либо исчерпаны полностью, либо близки к исчерпанию. Мы в этом отношении опаздываем, мы довольно сильно отстали, и для нас некоторые вопросы и чисто экономические повестки дня остались еще нерешенными. А что касается вопросов политики и права, мы, по сути дела, не только не приступили к их решению, мы как бы приступили к решению, у нас произошла значительная деградация, откат назад. И поэтому для нас чрезвычайно важным является изучение, знакомство с опытом других стран, которые смогли сделать и то, и другое, и третье. То есть в этой связи мы больше не можем считать себя неким старшим братом для больших государств? Мы уже давно с точки зрения знаний, с точки зрения знаний технологий перехода, с точки зрения того, куда нам идти и как нам идти, мы давно не старший брат. Мы давно находимся в положении ученика, причем в положении ученика, который пока может овладевать только теоретическими знаниями, которые вы еще не допустили до практических занятий. Но насколько опыт небольших европейских государств, которые наиболее продвинуты в либерализации, как-то ушли, трансформировались, может быть использован для такой крупной страны, как Россия? На самом деле он может быть использован очень легко, это всем хорошо известно, кто реально занимался реформами, что проводить реформы гораздо труднее в маленьких странах, а в крупных странах легче. Причем чем меньше страна, тем сложнее. Это известный феномен, он даже описан, в том числе статистически измерен и показано. В небольших странах расстояние от властей, проводящих реформы, до людей, кого касаются эти реформы, гораздо короче, чем в больших странах. И поэтому практически не просто у всех, а не у кого-то отдельных, а у всех сотрудников правительства, исполнительной власти, представителей парламентов, огромное количество знакомых, родственников, семей, кого эти реформы касаются, и которые невольно, просто по законам человеческого общежития, пытаются оказать соответствующее воздействие на тех людей, кто производит эти реформы. В том числе и, прежде всего, с точки зрения сдерживания этих реформ, создания исключений для тех или иных людей. Поэтому, как бы, вот, удельный весь тех, кто проводит реформы, их близких, знакомых, родных, в маленькой стране, по отношению к общему численностям, конечно, гораздо больше, чем в большой стране. Поэтому, строго говоря, удельный вес сопротивления некоторым реформам в большой стране, конечно, меньше, чем в небольшой. И с этой точки зрения наше исходное положение объективно легче, чем, например, в других странах небольших, как Эстония, как Литва, как Грузия, которые продвинулись гораздо дальше, чем мы. Но эти страны, в первую очередь, стремились интегрироваться в Европейский Союз, откуда импортировали институты, в том числе. Вот как быть в этой связи с Россией? Нам ведь неоткуда, по большому счету, получить эти институты, и нет такого стремления. Во-первых, вы правы в том, что некоторые страны, но не все, действительно стремились вступить в Евросоюз, некоторые из них вступили. И, конечно, это стремление в Европу сильно помогло им для импорта институтов, закрепления этих институциональных преобразований на своей территории. Но вот я упомянул Грузию. Грузия, которая, хотя и стремится тоже в Европейские институты, тем не менее, понятно, что, по крайней мере, в ближайшей перспективе они там не будут. Тем не менее, Грузия смогла совершить весьма радикальный вариант реформирования экономического, политического и правового. И по многим направлениям продвинулась гораздо дальше, чем даже многие европейские страны. И страны, в том числе Евросоюза, не только страны с переходной экономикой, наши коллеги по этому процессу, но даже и старые европейские страны. Это показывает, что, несмотря на то, что импорт институтов может оказаться полезным, и действительно оказывается полезным, Но если есть действительно желание для руководства, для руководящей команды провести реформы, то это можно сделать даже без импорта институтов и с того или иного регионального образования, как, например, Евросоюз. Так что, все-таки, самое главное, это желание, стремление команды реформаторской создать свободное общество, свободную экономику, свободную политическую систему. — Какие страны, Вы считаете, больше всех преуспели в трансформации за последние годы? — Да, вот, пожалуй, из тех стран, какие традиционно называют в этом списке, в общем, наверное, традиционно называются успешными. Это Эстония, Грузия, Литва, Польша, Чехия. Вот, пожалуй, вот эти страны, которые можно назвать по совокупности всех критериев, наверное, более успешными с точки зрения реформирования и экономического, политического и правового. — Из трех прибалтийских государств Вы не назвали Латвию. — Я назвал Латвию намеренно, несмотря на то, что, особенно в последнее время, в последние несколько лет, в Латвии латвийское правительство смогло осуществить почти феноменальные, так сказать, невероятные вещи. Они в условиях экономического кризиса пошли не на девальвацию национальной валюты, а пошли не на внешнюю девальвацию, а на внутреннюю девальвацию. Под этим подразумевается сокращение расходов государства, инвестиционных расходов и субсидий, зарплат государственных служащих, включая все руководство, включая и правительство, и даже сокращение пенсий и других социальных выплат. То есть это такое почти невиданное в мировой истории согласие внутренациональное на сокращение своих расходов для того, чтобы выжить в условиях кризиса и восстановить экономический рост. Самое поразительное заключается в том, что даже там и тогда, когда такие вещи, хотя и не в таком масштабе, происходили в других странах, всегда считалось, что такие правительства не выживают. На выборах они проигрывают. Поразительно, что и правительство в Латвии, и правительство в Эстонии, которое проводило аналогичный пакет реформ, не только не проиграли, но выиграли выборы, причем с большей поддержкой, чем это было до того. Это еще раз показывает миф, который достаточно часто можно услышать у нас в России, что реформы обязательно должны быть непопулярными, что реформы обязательно приводят к отставке реформаторов, что реформы приводят к изменению политического дискурса в стране и приходу антиреформистской оппозиции. Конечно, это не так. И практический опыт это показывает. Главным оказывается, какого рода реформы. Являются они либеральными или интервенционистскими, популистскими? Как власти, реформаторские власти общаются с гражданами страны? Они воспринимают людей как объект, над которым надо экспериментировать? Или это коллеги, друзья, с которыми они вместе советуются, общаются, объясняют свои действия и представляют аргументы и контраргументы, почему надо делать так, а не иначе? Но не может ли это быть эффектом небольшой страны? Вы знаете, у нас есть возможность показать на примере России, что это можно сделать не только в небольшой, но и в большой стране. Шанс? По крайней мере, шанс у нас точно есть. И как мы уже говорили немножко раньше, по объективным обстоятельствам, возможно, нам это сделать даже легче, чем для небольших стран. Основываясь на опыте этих государств, какие реформы вы хотели бы видеть первоочередными в России? Демократию. Демократическое восстановление демократии в стране, привлечение всех граждан нашей страны, независимо от их политических взглядов, независимо от их идеологических воззрений, участниками этого процесса. Что показали эти 20 лет, абсолютно ясно и точно. Реформы нельзя проводить узкой группой людей для якобы благосостояния граждан страны. Независимо от того, являются эти намерения реформаторов настоящими, искренними, честными. Или же это используется в качестве какой-то пропаганды, прикрытия отдельных интересов тех или иных граждан, оказавшихся во власти. Настоящие реформы, удачные реформы, устойчивые реформы, реформы, которые завоевывают популярность в стране и остаются не на год и не на два, а на десятилетия и на все. На оставшееся время это реформы, которые проводятся вместе с людьми, вместе с гражданами, совместно. Когда граждане корректируют это, первоначальные планы, вносят свои предложения и так далее. Только такие реформы могут быть успешными. Без восстановления демократии в России и без второго условия, без восстановления того, что на языке специалистов называется верховенство права, воссоздание права свободного общества, которое только и позволяет всем гражданам участвовать в этом процессе. Успешных реформ не бывает. И вот этот симпозиум, который проводится сейчас в высшей школе экономики, неоднократно обращает внимание именно на это. Переход к успешной реформе, обусловленной успехом в реформировании правового сектора и политической системы. Только правовая система свободного общества и политическая система свободного общества способны принести успех. Спасибо вам большое.